Технически не поводится будет, но мы их быстро устранили. Ребята, всем привет! Нас слышат, видят. Я зашти, мне подошли, что подавляет. Все дни еще не подошли. О, подписчики! Помахать, помахать. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте, здрасте. Вот, сердечки полетели. Мы сегодня, смотрите, сменили локацию. Так нам хочется сейчас больше быть на улице. На природе. Да, это птички поют. Вы нас слышали? Ребята, дайте знать. Вы слышите, видите, а то мы что-то периодически вылетаем. Ага, машете. Ну все, мы машем. Так, ну что, еще раз говорю, сменили локацию, вышли на улицу. Это, собственно, мы находимся у себя на территории дома. На веранде на заднике. На веранде, да. Обязательно еще покажем, что у нас тут за веранда. Так, ну что мы сегодня готовим? Александра у нас, вы помните, готовит? Ага, сегодня пошло. Сегодня мы будем готовить хлебцы. Да, на момент он не зависает. Да, у нас здесь что-то прерывается немножко связь. Да, и мы тоже не можем поделать что-то за весом. Так тепло у вас? Да, у нас вообще тепло. Сегодня жарко. Да, в этом году такая весна ранее. Мы сегодня с Сашей ездили на рынок для того, чтобы купить, ну, собственно, для приготовления овощей. Чтобы вы понимали, каждый прямой эфир у нас это такой некий квест. Потому что, как бы, надо готовиться заранее, а у нас что-то то эти дела, то эти дела. А потом и с вот такими выпученными глазами. Ну просто не видно. Так, а сейчас? Все хорошо. И, в общем, с такими выпученными глазами мы сегодня прибежали на рынок. И я вам что хочу сказать? Боже, какое-то потрясающее время весны, да? Там зелень такая сочная, кабачки, клубника, кстати, пошла. Но у нас еще как-то дороговато. 350 рублей. 350 рублей, 350, 320. И теперь сохраним, да. Да, сохраним. Вот как раз в Инстаграме я умею. Ну что, начинаем сегодня? Сегодня, ребята, мы будем готовить хлеб. Хлебцы. Да, хлебцы. Чашку. Да, что для этого нужно? Кабачок. Вот такого размера. Памели, почистили. Да. 500 грамм моркови. Семена льна, 300 грамм. Да, и чеснок. Один зубчик чесночка. И немного воды. Что мы делаем? Режем. Это все дело. Все это мы режем. И отправляем. Блендерить. Блендерин. Это все. Блендерин. Рецепт очень большой. Мне нравится, когда работают, как я смотрю. Мы тут собираемся в поездку завтра. А потом, знаете что, у нас же как в нашу жизнь пришли к снекке, ну собственно, сюда же к нам пришли сушилки. Раньше мы ели продукцию только то, что производим у себя на производстве, а тут же у нас теперь каждую неделю, как вы понимаете, новшество. И у нас появился даже, говорит, у меня вот это кальмары. У меня мясо. У Саши все равно мясо. У Саши все равно мясо. У Саши все равно мясо. Семена льна, не горчат. А вот мы же первый раз, если честно, чтобы вы понимали, мы вообще готовим как? Берем рецепт. Саша изучает рецепт. Я вечером вижу книгу, читая, Саша изучает рецепты. Смотрит. Что-то переделывает немножко под себя. Например, сегодня здесь что-то должно быть в составе. Саша... Я не павлики, потому что хочется попробовать. Зубчик чесночка. Это такой прям вот. Среднего размера чесночок. Смотрите, какова красота. Какова красота. Да, сейчас будет немножко шумно. Мы сейчас это заблэндерим. Давай чуть-чуть туда подвинем, и будет красиво видно. Вот так будем красиво видно. Добавляем водички. Грамм-стоп на это количество. Надо было открыть крышку. Но я решил, что мы не ищем легких путей. И снова будем беременнать. Запах, ребят, вообще просто. Чесночок дает свое. Сейчас чуть-чуть приостановим. Я перемешаю все. Ну, абсолютно однородно. Прям вот так делаем. Эксперимент на ваших глазах. Да. Чтобы понимали. Здесь у нас смесь соли с чесночком, с перчиком. И трава, кстати. И травка там, да. Прованские травы там. У нас есть знакомая в семье. И она однажды угостила нас, принесла соль. И там посушенная трава, какие-то специи, еще что-то. И, в общем, все тут... Я про чудо-соль. И когда ты посолил, казалось бы, просто посолил, а там же уже со специями, там уже и вот эта всякая травушка-муравушка, и получается очень красиво. Поэтому у нас есть в ней некий взаимообмен. Она нам дает соль, а мы ей. Смазываем не вот прям жирный, чтобы он был, а вот прям покрыт пленочкой масляной. Этого достаточно. И смотрите, знаете, что... Обязательно смотрите на просвет, чтобы весь лист был хорошо смазан. Потому что в том месте, где не смажете, все, по высушилку уж точно знаете, да, что потом не отдерешь. Вот. Поэтому вот так на просвет посмотрели, аккуратненько смазали. И просто так. Я доразмешаю. Саша, пожалуйста. А-ля-оп, как говорится. Вот эту массу однородную, и вот эту штуку, наша специальная лопатка для этого есть. Мы вот так вот это дело сейчас разложим. Обязательно попробуйте. Я просто щепотки соли своей знаю, но вы по вкусу всегда раз попробовали в ухо. Все нравится, прям классно. Толщина, значит, раскладываем это все прям вот с лист. На всю толщину листа. И потом, когда у вас уже она подсохнет, красота вообще, запах. Вот. Холодайте, что-то стало холодно. Что-то стало холодно. Сохнет это все дело при температуре 40-45 градусов от 18 до... В зависимости от влажности в совмещении. Ребята, скажите, пожалуйста, мы у вас зависаем как-то или хорошая связь? Мы не можем понять. У нас тут периодически пишут, что приостановлено. В том, что мы поддвоем разговариваем. И еще здесь такой очень важный момент. Битцак я точно знаю, я никогда сама не готовила, но точно знаю, что здесь самое главное не пересушить. Не пересушить в каком плане? Что когда посмотрите, уже будет такой не сырое и не досушенное, должно будет... Да, да, да. Надо будет попробовать аккуратно это снять. Ну, он будет прям такой, знаете... Ну, правильно он сегодня говорит. Он и не ломкий будет, а вот такой вот он гнущийся. Обязательно нужно нарезать те формы, которые зависаете. Ну, зависаем, да, на заднем дворе. Вот что теперь. Быстро восстанавливается? Ну, слава богу. Это хорошо. Значит, на чем я остановился? А, нарезаете, да, вот там на фабрике кубиками нарезают девочки, да, и такими примерно там 2 на 2 квадратиками. И в этом уже состоянии вы досушиваете, чтобы они были, ну, вот как вы любите. Кто-то любит с хрустом, кто-то любит, что чуть-чуть тянется. Мне нравится, когда чуть-чуть тянется. Вообще, мне все время нравится, что Саша делает толстые. Я делаю. Толстые куски, толстые, полостые. Я делаю толстые, вкусные, мужские. А она, да, любит все потолще. Ее папа все время в гайбеет. Не потолще, а потолще. Колбасу, говорит, режешь. Как он тебе говорит? Ну, совсем тонко. Ну, совсем тонко. Мы тут, кстати, недавно ходили в гости к моему младшему брату. У него жена Юля. Она вообще обожает готовить. А у нас дома была терка. И я такая знала, что Юля когда-то, ну, хотела терку. У меня семья, у них четверо детей. И вот такое счастье, что еще и мама любит готовить. И лежит у нас эта терка Бернер. Лежит, лежит. Я думаю, надо же, ну, ее в дело пустить. А что мы сделали? Я тут пошла учиться. И одно из домашних заданий мне было снять. Как-то называется. Приятное с полезным совместить. Протестить терку и сделать приятное семье брата. Ну, все сейчас. Мы настолько клейпанули. Почему? Почему я на чем узла? Потому что на терке все такое получается. Тоненькое, меленькое. В общем, нам понравилось. Так, а что мы будем на второй месте? Ну, мы разольем, да. Я просто скажу, ребята, такие штуки, они классные. Вот у нас скоро поход. Мы пойдем в поход. И, значит, да, если там осталось... Ксенечка, можешь мне, да? Нет, я помогу, я сына. Да, потом. Давай про поход. Да, мы тут собрались с друзьями в поход. И в походе такие штуки, они незаменимы. То есть, когда ставите палатки, там, вечером, когда у костра уже кушать неохота на чего-то. Вот такие вот вкусняшки, они прям вообще всегда выручают. Совсем от слова всегда и совсем вместе. Вот, это в плане дороги. В дороге, кстати. Сейчас же начинается такое время отпусков. Мы, кстати, вот завтра едем в гости к нашему другу. И крестному, и нашего малыша. Мы уже про него рассказывали. Он такой экспериментатор, очень любит экспериментировать, разные пробовать. Приезжают к нам в гости, говорят, давайте попробовать, а вот это пустила, как это, как. Так что тут еще такой дружеский взаимообмен. Достаточно помогло? Да. Достаточно помогло? Нет, это черно. А, протерно? Да. Ну да. Вот, так что... А еще недавно, нет, можно? Давай расскажем про поход. А тут недавно мы, знаете, что открыли для себя такую интересную историю. Мы вообще не знали, что наша собака, например, тоже ест по кругу и пастилу. Мы думали, что это мелкий так быстро ест, а оказывается он кормит собаку. Да, мы смотрим, а он такой ходит, бегает, кормит собаку. Так что все счастливы. Я напомню для тех, кто только что присоединился, сегодня мы делаем хлебцы. Да, вот как раз я повторяю компоненты. Один кабачок. Кабачок может быть любого размера, ребята, почему? Ну, потому что, ну, как бы, среднего размера, да, в данном случае. Потому что он сам в себе, как огурец, он водянистый, там ничего такого нет. Морковь 500 грамм. 500 грамм моркови и один зубчик чеснока. Ну, так вы знаете, что будет издалека. Кто любит прям чесночину, можно туда... И 200 грамм... 200, не 200, а 300 грамм льна. А 300 все? 300 грамм льна. Мамого 200. Да, семечки. Вот, лен. Соль, перец. И когда опускаем все это в блендер, мы перемешали все вместе, добавляем чуть-чуть воды для того, чтобы... Ну, она вот была... Что-то у тебя вот так, да? Для того, чтобы была консистенция, которую вы увидите. Соль, да, обязательно посолите, да. Соль, перец. Соль по вкусу. Да, соль по вкусу. Кто-то может добавить паприки, копченые паприки, может добавить к этому ко всему. Ну, вот здесь на специи, знаете, здесь, ну, как бы, широка страна моя родная. Мне кажется, что каждый ретеп... Расскажите, пожалуйста. Вот за поддонами. Так, обращаем в магазине, как правильно. Да, поддоны, ребят, мы всегда и на производстве... Это все прочитала, просто не смотрю. Ну, понятно, можно еще уже. Мне кажется, что да. Да, как будто воды не хотела. Мы же тендуем, поэтому просто хотим, просто хотим вместе с вами, например. Для нас совершенно много вот это крекеры, если... Семечки льна, нет, не замачивали. Вот как есть. Я их даже в блендере перемешиваю, они, вот я смотрю, даже нисколько не побились, ничего. Ну, то есть однородная масса получается, все хорошо. Вот, 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 вот все здесь, прям все хорошо. Так, и про что я говорю? А, про поддоны. Про поддоны. Значит, как поддоны? Поддоны хранить, если не в сушилке, то есть один на один. Главное, чтобы у них всегда была ровная поверхность. Ровная поверхность. Не помыли, ни в коем случае не ставьте на ребро, там, и все такое прочее. Рядом там с чайником, я не знаю, с самоваром, то, что вот нагреваться может. Потому что их приведет в раз. Не мойте горячей водой, только теплой водой мойте поддоны, такой достаточно прокладный, с ферри, с губочкой. Все, аккуратненько раз смыли, он подостаточно прокладывается. Да, и сами поддоны для пастевы тоже выбирайте всегда такую, ну, полнотную температуру воды. Смотрите, получилось полтора листа. Полтора листа. И мне тоже кажется, что, наверное, надо было чуть-чуть больше водички. Ну, мы, во всяком случае, посмотрим, что. Я хочу посмотреть, да, я правильно, я прочитал твои мысли, то, что, как оно получится, там у нас более жижи, Вот это первый лист, а вот это вот немножко есть. Можно я попробую? Это правда, это уже как салат. Ну и все, закрываем, помню, что 5 поддонов. Однозначно 5 поддонов. Даже если вы залили 2 поддона, 1 поддон, то 5 поддонов. Не горчат вообще ни разу. Семечки. Ну, мы попробуем. Да, вот я сейчас попробовал на семечке, все здесь, все классно. Морковка придает в сладость, немножко посолили, немножко, может быть, там кто-то прокачил. А есть у нас те, кто делал уже сам крипции? Да. Мы обычно вот только едим крипции. Мы любим есть. Присоединяются люди, присоединяются. А специи какие? Ну, в данном случае, я говорю, у меня немножко в соли. Чеснок, прованские травы и перчик. Это у нас соль. Самодельная соль. Я ранее говорила, что у нас знакомая делает вот такую соль. Она берет что? В сезон. Берет зелень. В форме лепешки можно еще. Да, кстати, да, слушайте, вариант, можно сразу в форме лепешки выкладывать и сушить. Молодцы, спасибо за совет. Так что, я про соль. Про соль, да. Про соль, что? А я отвечаю на вопрос. Смотрите, сейчас будет вообще потрясающе. Сейчас что у нас получается? Идет сезон, да, сейчас будут фрукты, овощи, зелень. Самое полезное, как вы понимаете, мы сегодня были на рынке, насколько эта зелень, она совершенно другая. Овощи другие, да, фрукты смотришь, другой, какой-то все такой немножко обновленный. И вот он потрясающий момент такой, знаете, когда можно сохранить витамины, которые подарила нам сама природа. Берете соль, сушите траву, какая вам нравится, добавляете специи, и все, и вот у вас готовая вот такая вот соль. Я никогда соль не сушил. Ну, обычно приедем там на производство, там, девчонкам там задание, да, там, говорю, посушите вот это, посушите домой кащичку. А сейчас дома все сушится. Зелень сушится, помидоры скупает. Да, помидоры. В этим ялить помидоры. В ялить помидоры. Сейчас мы съездим к отцу Павлу. Вы дома? Вы дочка, самая главная дама. Снека? Не поняла, что это такое. Ты дочка? Ну, я точно дочка. Самое главное эко-снеки, это вот Ксения Сергеевна у нас постоит перед вами. Она же дочь, она же Ксения Сергеевна, она же... Она же дочь, жена, мать, сестра, подруга. И главные эко-снеки. Да, в общем, много кто. На ютубе есть канал улыбка. А, улыбка похожа. Может, это наш канал? Нет? Хотя я приезжала, когда, помнишь, последний раз приехали у нас пол. В этом делали... Что мы делали? Снимали. Снимали, да? Мне тоже спросили. Ой, я коммерческий. Какого-то похожа? Да не, не надо. Так, ну что, скажите, кто-нибудь по нашему рецепту что-нибудь готовил? Вот просто, знаете, чисто по-человечески, чисто по-человечески интересно. Нам прислали одно видео, увлечка. Да, у нас есть одно видео. Там классный дядька такой сидит и такой вялит мясо. Да, от Зульфии. Можешь показать чуть-чуть? А я не знаю, что я могу разрешить. А, ну да. Ну, это душевно, это так душевно, когда... Да. Большой дядька такой же, как и я большой сидит. Так и... Если вы имените Гузель, то у меня сын маленький. У меня тоже маленький сын. А сладкое что делаете? Ой, да вот смотрите. Что мы делаем сладкое на производстве? Что мы делаем на производстве? У нас есть ассортименты, которые готовят. У нас разные немного ассортименты. То, что касается производства в Тольятти. И то, что касается производства в Москве. Дома мы до этого не готовили. Вот когда мы приобрели бизнес в Экоснэхе, тогда у нас дома появилась сушилка. И вот тогда мы начали готовить сами. А до этого готовили на производстве. А потом же мы взяли сотрудников и уже сами, как вы понимаете, давно на кухне не готовим. Ну, потому что бигуде хватает, это говорю я. Все привыкли кучерявую брюнетку. Ну да, я понимаю. Тут вот такая, получается, брюнетку выделили вас. Так, а что я говорю брюнетку? Про сладости. Про сладости, кстати, про сладости я уже думала. И я позову, а вообще попрошу, получается, жену моего брата, чтобы она нам сделала такой рецепт сладостей. Потому что я не умею. Мы только учимся. У вас на глазах эфиры. Такой выход из зоны комфорта. Нет, на самом деле это полезно. Лично для меня, как для директора производства, полезно готовить некоторые рецепты дома. Почему? Потому что я теперь знаю, что не хватит, что хватит. И вот в этом отношении. Даже для расширения ассортимента. Даже для расширения, для вкусовых. И вообще, если честно, нам сейчас это нравится. Да. Вот. Про гранолу. Из овсянки, с мёдом. Вот. Вы делали? Я только смотрел. Может, это поделитесь с нами рецептом? Мы приготовим. Потом скажем, как нам. Легко, да. Вообще, вы знаете, очень интересно, например, может быть, у вас у кого-то есть свои такие авторские рецепты, и вы, например, хотели бы ими поделиться. То мы бы вообще с удовольствием. Ну да. Вон он. Нет, нет. Так, ну что, мы на сегодня, у нас такой будет коротенький, наверное, эфир, да? Мы сегодня готовили еще раз хлебцы. Мы сегодня готовили хлебцы. Из кабачка, моркови, зубчика чесночка, леяных семечек. Соль, вода, маслом поддончик смазали, все это аккуратненько положили. Сушим 18, от 18 часов, да, примерно 18-22 часа. При температуре 40-45 градусов, в зависимости от влажности, будет меняться ваша консистенция вот этой штуки хлебцов. И когда они будут уже готовы и легко отсоединяться от поддона, надо их вытащить, нарезать и уже в этом виде досушить до нужной консистенции, которая нравится вам. Здесь еще было предложение, можно сушить, говорит, лепешками, то есть сразу, раз, и лепешка. Ну, печенька такая, овсяная такая будет. Хлебец. Мария, спасибо большое, что поделились. У вас большое производство, ребят, но... Нет. Нет. Вот, честно, то производство, куда, какое бы мы хотели, то, которое мы с Ашей мечтаем, вечерами разговаривали. Да, и уже засматриваемся на это. Сейчас у нас небольшое, у нас, знаете, как получается, вот есть маленький бизнес, например, да, если мы сейчас говорим, мы сейчас здесь, и в основном это бизнес на сушилках кто-то, да, либо сам делает, начиная дома на кухне, это один масштаб. Потом вы переходите в другой масштаб, вот мы давно не кухня, но мы еще и не промышленные, понимаете, мы вот что-то такое посередине. А очень хочется промышленности, чтобы зашел такой гул шкафов стоит, да там прям, да проблемы сбыта же. Ну, ребят, ну, если как бы относиться к этому как к проблеме, то она так и останется проблемой. Вот, да, кстати, Мария, если относиться к проблеме, то да, если поставить как задачу найти сбыт, то вы обязательно найдете. Мы обязательно, ребят, мы обязательно будем делиться всеми нашими, как говорится, попытками, впечатлениями. Да, мы так много обещаем, мы много обещаем делиться. Нет, ну, много, да, но надо собраться просто в кучу, потому что делов, ну, дел на самом деле очень много, и никто бытовуху не отменял еще, да, у нас вот большой участок. Кто здесь стрижет газов? На самом деле, большая часть времени у нас сейчас, конечно, уходит на наше дело, да, я даже не могу назвать это бизнесом. На некое масштабирование. На наше дело, чтобы у нас была большая линейка продукции. Нет, не к этому, не к этому, столько времени проходит на работе, потому что, ну, понимаете, мы же сейчас переходим в такую интересную пару, когда сейчас начинаются ягоды, да, и мы сейчас... А это поиск холодильников. А мы сейчас, да, занимаемся, понимаем тем, поняли то, что то, чем мы сейчас владеем, например, да, то количество морозильных камер, где это все хранить, то есть для нас сейчас вот это... Мы сейчас занимаемся тем, что сейчас пойдет клубника, потом малина, смородина, и мы хотим в этом году как можно больше объем заморозить именно сезонные ягоды, чтобы потом уже в зиму делать из ягоды, которую мы сами купили. Причем мы здесь, в Тольятти, покупаем яблоки в Сызранских садах, то есть те, у кого... 100 километров от нас. У тех, кто их выращивает, эти яблоки. Сады, сады, да. У них же мы покупаем клубнику, у них же покупаем малину, смородину у них покупаем. Вот, поэтому сейчас, и, собственно, к чему я все это вела? К тому, что если вы тоже готовите дома, продаете немного, или для себя, для семьи, ну, то есть подумать об этом сейчас, чтобы... На самом деле, вот, что мы делаем, да, на наших производствах, это же мы что делаем? Мы берем сама природа, вот. А зимой, представляете, это, я не знаю, насушили мяту, клубнику. Чебрец. Мне очень нравится клубника, чебрец. А, что Вика любит? Душиться. Иван-чай. Да, у нас, кстати, есть такой платьюшка. У нас есть друг, у нас еще, потрясающие друзья. Один друг сушит, как вы поняли, а другой... А другой косит и сушит. Тоже сушит, да. Иван-чай, кстати. Очень много. В психологически чистом месте, как моя мама очень любит говорить, знаете, когда у меня появилось производство в Тольятти, для нее момент вот этого сбора урожая, и мое производство стало просто спасением, потому что она никогда не знала, куда отдавать. А то такая, говорит, дочь, помидоры возьмешь. Я уже как-то об этом говорила, тоненько порезать. На терочке. Вот как раз, вот смотрите, свекла, ее уже как, ну, обычно много в сезон, да, берете, на терочке потерли тоненькими, высушили. Она прям как, свекла, она такая, как чипсы. И, кстати, врач, диетолог, гастроэнтеролог говорил, что нет такого количества в свекле, ни в вареной, ни в тушеной, ни в сушеной. И вот эта свекла и морковка посушенная, помнишь, я делала как-то даже фотографии, они как лепестки роз для меня. Да, и раскрывается, вот ездишь в машине, так раз, положила, на языке растаяла, потом разжевала, так вкусно вообще, прям, ну, просто, это как будто бы не свеклу даже ешь. Недавно прилетел такой отзыв от моей бывшей сотрудницы, с моего еще самого первого отдела в стройке, я ее угощала сухофруктами при встрече, мы с ней созвонились, она говорит, слушай. Она говорит, ну, я вот тоже на даче, как бы, там, сушу, она говорит, ну, у вас другие сухофрукты, они во рту тают, поэтому, ребята, сушите сухофрукты, которые тают во рту. И запасайтесь сезонными продуктами. Да, запасайтесь сезонными продуктами. Пюре сделаю, и раз, в контейнер заморозили, можно пакет замораживать. Или в сезон, например, вот сейчас можно хорошо насушить клубнику. Да, все можно сушить. Да, все можно. Вообще, мне кажется, мы таким потрясающим, потрясающим, таким делом занимаемся, что, да, все можно. Надо попробовать колбасу посушить. А еще вкусно посушить масло, соли, бурячок, кровной чипс-загой. Ну вот, видите, на самом деле, как много всего, и все же зависит от нас, все в наших руках. Мы можем сами, сами приготовили. Чем хороший рецепт? Там есть ингредиенты, да? А то, что ты любишь, ты можешь добавлять, то бесконечно вообще. Муж любит там что-нибудь, да, там, остренькое, раз, остренькое. Мясо. Мясо. Мясо добавил, такое, куда, в хлебцы. Да. Вот. Какая пастила ваша любимая? У меня самая любимая пастила это клубничная, это малиновая, и последняя вообще просто хит мой. Давай, Саша. Это с бананами, с дыней и орехами. Это как раз от Экоснеки. Мы приехали на производство, нас угостили этой пастилой. Мне кажется, было просто в самое сердце, в самое душу. Очень вкусная пастила. А так, больше всего люблю любимую клубничную. Я вообще больше всего люблю клубнику и малину. Поэтому у нас одно время клубничные пастилы, по-моему, было вида три или четыре. Она была просто с яблоком, с яблоком и медом, с яблоком яблоко-кубника-банан, еще что-то с орешками. Ну, в общем. Я просто не знаю, как можно не любить клубничную пастилу. Малиновую? Да. А ты говоришь, клубничную? Ну, клубничную, малиновую. Колобаску тоже сошла. Ой, Мария, да вы рукодействница. Специи соев, выдавленный колобаску. Мне кажется, это вообще иногда мне кажется, что не я-то должна стоять эти рецепты и рассказывать. Да, вы на самом деле делитесь, ребята, рецептами, потому что интересно. И я говорю, мне вот несложно допустить. Где вы применяете ту продукцию, которую вы сушите? Что вы делаете там? Тоже интересно. Вы видите, колбаски. Так, ну что, есть у вас к нам вопросы? У нас опять такой сумбурный эфир. Может, покажем чуть-чуть? Хотите, мы покажем вам? Земляничка что делаем? Вот, слушаем, земляничка, потом чаечко ее добавляем. Покажем чуть-чуть наших красот. Покажем, знаете, что... Безусловно, ааа, аплодисменты, не слепогон. Казахстан, родина моя. Это вот наш задний двор. Чуть-чуть покажем. Чуть-чуть покажем. Там наш... У нас везде, где полежать и где посидеть, в общем. Вот эта беседка, вот эта беседка. Саша строил, и мы назвали «Изба читальна», чтобы я могла там сидеть и книжки читать. Теперь я там оттуда, бывает, частенько работаю. Да. Тут где-то еще неподалеку. Это, знаете, есть прелести онлайна. Я посадил ореховую аллею в прошлом году. О, Абхазия, да. В Абхазии вообще. Да классное место, да везде классно. Шатер шикарный, да. Я кроме крыши собрал все, мне кажется. А потом приехал друг и за пять секунд я тут столько материала израсходовал. Зато у нас там стоит два яйца, они такие качаются, ну, настойки. И подушки мягкие. Ну, там вечерком, книжечку, кофеечек, чаечек, разговоры до утра практически. Да, у нас разговоры до утра. И сейчас оно, знаете, как иногда происходит. Саша приехал с рыбалки как-то ложиться спать, ну, ночь. А я проснулась, я такая ему говорю, Саша, мне надо кое-что тебе сказать, я тут кое-что придумала. Потому что у нас головы такое ощущение сейчас все время думают, да. И вот этот захватил. А, это когда я сейчас ночью приехал. Вот это у нас интересно, хотя этот бизнес для нас не новый. Но само направление, например, да, когда ты сушишь, производишь и продаешь. А здесь еще продаешь оборудование, это такой для нас новый опыт. Хотя мы об этом, помнишь, еще в 2018-2019. Ну, это да, мечтать одно, когда это касается, когда дело касается. Тут уже действительно, ну, я не знаю, что подключается. Мозг, просто. Войдет в переезд производства, скажу. И вот мы, знаете, на словах как просто. Так, нашел помещение, там, то-то-то. В Астане можно вашу продукцию приобрести. Ну, надо вызвать наших друзей. Они приедут сюда и заберут продукцию, и отдают вам. Не, ну, если только через Валберес можно. Да. Можно через Валберес. Сколько лет вы производите? Ой, мы в бизнесе сухофруктов с 2017-го года, получается. Да, с осени 2017-го года, по-моему, да? Ну, где-то да. Да, осень 2017-го года. Нет, летом мы тогда уже покупали клубнику, помнишь, в морозилке стали, да? 2017-й год. 2017-й год. Точно, 2017-й год. Но у нас там столько потом произошло с 2017-го. Это, мне кажется, нужен отдельный, отдельный прямой эфир, причем не отдельный, наверное, да? Да, отдельный. Там очень интересный путь, поэтому, если вы задумываетесь о том, начать свой бизнес, то будьте готовы к тому, что там будет разное. Как я все время говорю, но этим путь вообще-то и прекрасен. Так, ну что? Люди присоединяются. Да, ну так, знаете, почему решили заняться пустевой? О, это такая история, почему я решила заняться пустевой. Мне всегда хотелось, знаете, делать что-то такое, чтобы можно сделать мир лучше. Я была в стройке, в строительном бизнесе, а в 2017-м вот так в мою жизнь пришли сухофрукты. Ну, говорю, это такая отдельная история. Почему понравилась? Ну, попробую. Все понравилось. Попробую. Меня угостили, я переехала в гости, меня угостили сухофруктами. Знаете, это было настолько красиво. Поставили тарелочку красиво, там выложены сухофрукты, пастила. И для меня сухофрукты тогда были, это то, что вот продается где-то там на рынке, грязный, знаете, такое. То есть, и я вообще была далека с сухофруктов. А когда я увидела это, когда я это попробовала, а потом, когда я увидела, какую красоту можно из этого создавать, Тогда случилось партнерство, идея вообще первого моего проекта, ну, она такая, не моя, в общем, была. Была, если честно, не моя, мы здесь открыли производство. Был вопрос, как найти нас на Ваутбрис. Как найти нас на Ваутбрис? Кока-снеки. Кока-снеки. Выйдет продукция. Все время так жалко, да, когда заканчивается эфир, вы все присоединяетесь, присоединяетесь, и мы потом говорим, Саше, ой, люди присоединялись, а мы ушли. Ну что, еще расскажем, кто к нам присоединился, что мы делали сегодня. На сушилке из Идри мы сегодня сушили хлебцы. Хлебцы. Один кабачок среднего размера, 500 грамм моркови, 300 грамм семечки льна, водички 100 грамм, для того, чтобы оно было пожиже, да, вот, зубчик чесночка, соль по вкусу, смазываем поддончик тоненьким, прям вот тонко-тонко маслицем, выкладываем это все, и сушим 18 часов при температуре 40-40 градусов. Мне так вкусно, я говорю, мне вкусно, я не знаю, когда... Я слышу, как он наш слюну заглатывает. После 18 часов, ближе к этому времени, смотрите, как лист отделяется. Если лист уже отделяется и становится такой мягкий и не рвется, то достаете, разрезаете, разрезаете его, и после, значит, досушиваете до того состояния, а что можно вместо кабачка? Слушайте, попробуйте огурец. Ну, это практически то же самое. Кажется, нам экспериментируют. Да, кабачок, он дает что? Он дает... Да, с огурца я на самом деле не знаю, что там... Напишите потом в рецепт. Да, напишем обязательно. Спасибо. Кабачок просто, он что делает, когда он высыхает? Он становится похож на тыквенные семечки. Поэтому вот этот вкус, ну, заменить чем-то в этом плане, я думаю, что это уже другой рецепт. Красиво сказать? Запиши. Так, ну что, ребят, всех рады были видеть. Мария, отдельная благодарность. Вот такое общение. Пишет, помахать, 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 помахать. Помахать, помахать. Ну что, будем прощаться? Будем. Откланиваться. Да. И помните, друзья, что сейчас... Что наступает у нас? Сезон. Сезон. Прекрасная пора. Сушите, замораживайте. Готовьте. Зимой будет, что вспомнить. Зимой будем хвалиться, кто чего-то до нас зашли. А еще вот зимой, да, вот есть что-то вот из нашей продукции, у нас же есть там заморозки, да, вот с фабрики привозим. Летом этого, ну, как бы, да, предостаточно. Очень, пожалуйста, до свидания. А вот зимой, когда этого не хватает, ты приносишь, и все так прям дербанят этот продукт. Прям дербанят. Сто процентов. Ой, спасибо вам за сердечки. Спасибо огромное. Или перед эфиром такую фразу, что, ну, что-то вопросов мало задает. Хочется увидеть готовый хлебцы. Обязательно. Если честно, мне тоже хочется, чтобы мы вам показали уже готовый, что вы приготовили. Мы дадим задание нашему сыну, который останется дома, да, чтобы он ее выключил, потому как мы завтра уезжаем. А мы на время поставим? Да, мы на время-то поставим. То, как она, когда отключается, я напоминаю, что она, таймер срабатывает, а она работает. У нее температура 30 градусов, и она ***, поэтому, ну, если вы, как бы, после таймера, через какое-то время там, значит, не выключите, ну, просто, знаете, что она будет обдуваться воздухом. Просто своим воздухом. Да, а мы завтра уезжаем, поэтому у нас будет тот замал. Но как приедем, обязательно сделаем рилс. Да, я научилась делать рилс. Да, Алексей научился делать рилс. И вот, и покажем. Ну, снимем короткое видео, обязательно покажем. Мы будем честны с вами. Если не покажем? Нет, я покажу. Ну, и все, тогда договорились. Низкий поклон, ребят. Да, ребят, низкий поклон. Спасибо, что были, спасибо, что приходите. Да, очень рады всегда общению. Спасибо. 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 На связи, ребят. Да, на связи. Пока-пока. Сохранение.